Приветствую вас, дорогие братья и гости. Дорогие сестры, друзья, в прошлой передаче я говорил о движении Child Free среди наших детей и подростков, о пугающем навязывании такого взгляда на себя и мир. Сегодня мое слово будет обращено больше к родителям. Если ваши дети сейчас говорят, что не хотят иметь детей, это нормально. Это еще не Child Free. Это возрастное, здоровое состояние детской психики. Им нужно еще себя узнать. Им нужно прожить любовь. Лучше направляйте их молодые энергии в достойное русло. Учите, как красиво по-человечески выражать свои чувства и эмоции. Так что же такое Child Free? Это движение. Движение тех, которые сознательно не хотят иметь детей. Против тех, кто считает, что дети – это счастье и норма. Я не ошибся и не оговорился. Именно против людей, а не просто за право не иметь детей. Это противостояние. И нам, взрослым людям, нужно понимать, что любое движение – феминисток за экологию, за права меньшинств – это все политические технологии, разделение населения, разжигание недовольства на любой почве. Разделяй и влавствуй. Дивиде М. Импера. Поэтому, если вас хоть что-то восхищает в родной Беларуси, если вы понимаете, чем держится единство, и как непросто выстраивать узы любви, если вы дорожите родственниками и своей семьей, своим браком, в таком случае вам не нужно опасаться за будущее ваших детей и за свое. У вас будут внуки. Все, что я сейчас перечислил, это взгляды традиционного общества. Чайлд-фри – это результат либеральных ценностей, которые суть, индивидуализм, частная собственность и иллюзорные права человека. Чтобы обеспечить индивидуализацию, нужно изъять человека из всех социобиологических связей, чтобы он стал в прямом смысле слова одним, единичным, отделенным. Поэтому человеческое сознание сегодня лишает привязок к народу, семье, церкви, школе, трудовому коллективу, обществу, всему тому, что делает человека человеком, делает его сильным и защищенным. Но социальные связи – это вовсе не край в этой парадигме отделений. Нужно человека лишить принадлежности к человечеству. Расчеловечить. То есть лишить пола, сознания, тела. Всего того, что напоминает человеку о его причастности коллективному. А вам не кажется, что именно так и уничтожается сам человек? И такой выветренный, свободный от всего человек, других людей тоже имеет право не считать за людей, только за индивидов. Значит, это дает право издеваться над детьми, матерями, над тем, что во всех традиционных обществах является священным понятием. Итак, если ваша семья придерживается либеральных ценностей, ваше право. Только нужно быть готовым, что ваши дети будут жить для себя, свободными от всего человеческого, в том числе и от вас. Это дух либерализма, к сожалению. Невозможно совмещать несовместимое. Но как же, возразите вы, ведь человек не должен быть, как все. Да, мое поколение было свидетелем перегиба в другую сторону, когда человека слишком уравнивали. Только в нашем традиционном народном мышлении, в нашем белорусском языке есть прекрасное слово – особо. Слово, которое перекликается со словом особый, особенный. Оно подчеркивает достоинство человека среди ему равных. не обособляя его от всех. А в русском языке это же значение имеет слово «личность». То есть человек призван быть со своим лицом, со своим характером. «Личность» воспитывается трудом, образованием, совершенствованием духа, работой над душевными качествами. «Личность» – это высокое, благородное состояние человека. «Индивид» – это низшее состояние человека-атома. Так бы я образно сказал. «Индивид» никогда не будет уникальным. «Индивид» – это порождение бездны, пустоты. А пустота рождает пустоту. «Личность» всегда будет сиять, потому что ее начало находится в образе Божьем. В завершение, подводя итог всему прежде сказанному, хочу обратить внимание всех родителей. Если родители – личность, граждане, то и дети будут такими. Они никогда не назовут человека личинкой или яйцеклеткой, не обидят ребенка и не оскорбят мать. Если родители защищают духовные ценности, то и дети будут понимать, что есть настоящая ценность. Если родители любят Отечество, то и дети будут ощущать свою страну своим домом. А дом чаще всего ассоциируется с большой семьей. Дом и кровь, за редким исключением, всегда делят с кем-то. Если родители строят взаимоотношения со своими родственниками, то и человек, согретый любовью семьи, никогда не будет против детей. Аминь. 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 ПОДПИСЬ.